смотрите какую выпечку с потрясающей начинки сегодня я вам предлагаю она очень вкусная перед выпечкой мы ее поливаем заливкой она вся впитывается и становится очень мягкой и нежной вот так она выпекается с обеих сторон вот посмотрите какая пупырчатая она получается на очень мягкая и нежная пахнет изумительно вот смотрите как она ломается она очень нежная и вот такая классная выпечка у нас сегодня получилось я надеюсь вам понравится сегодняшний наш рецепт вы будете готовить вместе с нами пэр всем привет с вами домашняя кулинария сегодня у нас рецепт бесподобной выпечки с потрясающей начинки для которого нам понадобится тесто на кефире вот у меня стакан 200 миллилитровый пол стакана кефира я выливаю в мою миску куда я добавляю пол стакана молока то есть 100 миллилитров молока и этим же стаканом я измеряю растительное масло мы берем пол стакана растительного масла а теперь сюда же я добавляю одно яйцо все хорошенько перемешаю ну а также пол чайной ложки соли одну чайную ложку разрыхлителя и одну столовую ложку у меня яблочный уксус 6 процентов добавляем одну столовую ложку все это перемешаю и постепенно добавляем муку до получения мягкого теста вот посмотрите как увеличивается в объеме наша масса я сюда добавляю муку сначала перемешиваю венчиком потом буду замешивать тесто руками и перейду к замесу теста на столе вот так смешала все ингредиенты а теперь убираю венчик ну вот посмотрите какое тесто у меня получилось оно очень мягкое при этом абсолютно не липнет к рукам так как здесь большое количество масла на это количество ингредиентов у меня около 400 граммов муки количество муки может быть немного колебаться все зависит от свойств муки и от размера нашего яйца а теперь я это тесто заворачиваю пищевую пленку или можно его поместить миску закрытой крышкой отправляю его в холодильник на то время пока я приготовлю начинку это тесто очень удобно можно его приготовить с вечера и оставить до утра а сейчас я приготовлю начинку и покажу как я это делаю приходим готовить начинку для этого нам понадобятся листья шпината который мы должны будем нарезать нарежем мы его не очень мелко но и не крупно если у ваш спинат молодой можно использовать также и стебли шпината ну вот на такие кусочки мы нарезаем шпинат и нарезанный шпинат переносим в миску где мы будем готовить начинку ну вот мы закончили нарезать шпинат ну а теперь мы в нашу начинку добавляем две столовые ложки растительного масла сюда же черный перец обязательно поперчить я добавляю пол чайной ложки красной паприки все это перемешаю и ни в коем случае начинку не солить иначе наша начинка превратится в суп выделяется очень много сока солить мы будем в процессе формовки нашей выпечки чтобы начинка была сочной а теперь я сюда добавляю творог ну и последнее натираю на крупной терке сыр и добавлю нашу начинку вот столько сыра у нас получилось ну и весь сыр мы добавляем шпинату с творогом а теперь все это я перемешаю и наша начинка готова ну и все наша начинка готова достаем тесто из холодильника и начинаем формовать нашу выпечку достаем тесто из холодильника подпыляем стол и делим наше тесто на 6 частей сначала разделю пополам а потом каждую половину еще на три части ну а теперь начинаем тонко раскатывать каждый шарик нашего теста я сначала все колотки теста раскатаю диаметром 20-25 сантиметров ну а потом буду раскатывать сразу по три полоска ну вот что вот такой круглый пласт я буду раскатывать каждый шарик ну вот так вот я заканчиваю раскатывать все шарики теста а теперь будем раскатывать очень тонко сразу по три пласта вот так вот щедро посыпаем мукой и складываем на этой стадии муку надо ни в коем случае не жалеть потому что при раскатывании слои могут прилипнуть надо быть осторожны и время от времени проверять наличие муки между слоями ну вот так вот тонко мы раскатали наши полосты избавляемся от лишней муки сложить и отложить ну вот второй наш класс тоже ну а теперь продолжаем раскатывать берем пласт щедро посыпаем муку и снова в ноге муки и вот так сначала надавливаю руками ну а затем раскатываем очень тонко ну вот эти три пласта мы очень тонко раскатали вот так вот складываем и откладываем вот столько слоев у нас получилось ну а теперь я подготовлю стол и покажу что я делаю дальше я подготовил уже рабочую поверхность и вот в моей миске немного растительное масло наши слои они уже тонкие можно формовать нашу выпечку я на стол буквально одну ложку растительного масла вот так вот смажу рабочую поверхность вот так вот постелила слой нашего теста а теперь буквально одну столовую ложку растительного масла я вот так размажу по всей поверхности пласта и с одного края помещаю начинку вот на этой стадии начинку надо посолить чтобы весь сок выделившийся от нашей начинки осталось внутри выпечки она была очень сочная а теперь я складываю с одной стороны затем с другой стороны и заворачиваю в рулет вот такая вот выпечка у нас получается а теперь я переношу его на противень и продолжаю готовить снова берем пласт теста немного вот так вот руками я расправляю одну столовую ложку растительного масла размажу вот так по всему пласту с одного края помещаю начинку обязательно должна буду посолить делаю вот такие вот загибы с обеих сторон и заворачиваю рулет вот такую вот выпечку я буду готовить ты вот 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 ну вот так я закончила формовать всю нашу выпечку я перенесла их на большой противень и я сейчас покажу как у меня это получилось посмотрите какая красота у нас получилось а теперь перед тем как отправить духовку мы должны приготовить заливку и смазать наши выпечку для этого я беру миску в которую две столовые ложки сметаны добавляю 1 желток все это хорошо перемешаю и вот этой вот полученной смесью я смажу нашу выпечку для того чтобы она была мягкой и вот так вот смазываю нашу выпечку полученной смесью и отправляю в духовку при температуре 180 градусов на 25-30 минут ориентируйтесь по своей духовке до готовности я обязательно покажу что у нас получилось вот посмотрите какая выпечка у нас получается вот такая вот она пузырчатая она очень мягкая потому что заливка впитывается в нашу выпечку она еще очень горячая я обязательно покажу как она выглядит на срезе вот так вот она выпекается со всех сторон я надеюсь вам понравится наш сегодняшний рецепт и вы будете готовить вместе с нами подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии звоните в колокольчик делитесь соц сетях всегда ваша всегда с вами домашняя кулинария пока